Добрый вечерчик, дорогие друзья! Ну что, завтра уже будет, как осталось, две недели до крайнего срока для СЕК, то есть остается 14 дней до того, как СЕК подаст апелляцию или вообще ее не подаст. Но если бы они хотели подать апелляцию, они бы сделали это несколько недель назад, потому как оформление апелляционного документа занимает 15 минут. Сегодня мы поговорим об этом, поговорим также о новостях БРИКС, поскольку 23 новые страны официально подали заявки на вступление в БРИКС. Также мы поговорим о том, что он запланирован на конец октября и поговорим о том, что SWIFT упоминает XRP и сейчас есть все внимание на XRP. Что касается рынка криптовалют, то за последнее время мы видим, что рынок криптовалют неплохо вырос, то есть мы видим, что за 7 дней в целом рынок криптовалют себя неплохо показал, но альткоины все еще не так сильны, как хотелось бы. Например, мы видим, что были топ альткоинов, которые в свою очередь и в свое время действительно в прошлом бычьем цикле себя хорошо зарекомендовали. Например, это Polkadot, но сейчас Polkadot практически упал больше чем 10 раз, его пиковая цена была 50 долларов, сейчас это 4 и мы можем еще видеть дальнейшее снижение. Поэтому на самом деле не все так радужно, поскольку часть криптовалют не вернулась к своим высоким значениям. Например, этот график очень похож на график Solana, и Solana тоже достигала 7 долларов в падении при определенном пике, но в принципе Solana смогла выйти наверх, смогла выйти в топ 5 криптовалют и сейчас имеет капитализацию 67 миллиардов долларов и 143 доллара ее стоимость. Поэтому, конечно же, в таком случае те, кто думали, чтобы купить Polkadot вместо Solana и заработать, конечно же, проштрафились, но в чем суть? То есть на самом деле суть в том, что действительно часть альткоинов, большая часть, они все еще слабы, и даже если мы берем тот же XRP, он тоже слаб, он по-прежнему торгуется около 59 центов. Да, он силен по сравнению с тем, что было, значит, несколько лет назад, а именно XRP практически там торговался около 10 центов, это было перед прошлым бычим циклом. И, соответственно, здесь я считаю, в таком случае мы видим, что сейчас он как бы силен, но на самом деле волатильность настолько низка, что заработать довольно-таки очень трудно. И это касается большинства альткоина. Что касается самого XRP, то, как и по-прежнему, я заявлял, что я ожидаю еще боковое движение, здесь мы его видим, то есть XRP устремился, казалось бы, выше 200 мувинга, даже достигал отметки 61 цент, но он не ушел далеко наверх, соответственно, все еще он продолжает торговаться в боковике. Вчера, кстати, мы заработали на иена, неплохо она выросла за последнее время. Вчера, кстати, на биржах она была в топ криптовалют, которые дают процентную доходность, и, в принципе, сегодня она снова опустилась. Мы, в свою очередь, получили там около 1000 долларов профита, где-то будет здесь скриншот, и вышли. В таком случае приходится работать с более волатильными криптовалютами, более, возможно, даже интересными, чтобы зарабатывать на этом криптовалютном рынке. И бот, который настроен под диапазон, под торговлю данными криптовалютами, он неплохо справляется, как мы видим. Что касается, значит, того, что мы будем видеть через две недели, это то, что, наконец-таки, это будет крайний срок для SEC. С одной стороны, SEC, комиссия по ценным бумагам биржам США, могла подать в отношении Ripple компании апелляцию еще неделю назад, да, то есть было у нее много времени, но она еще до сих пор этого не сделала, и, возможно, не сделает. Поскольку оформление апелляционного документа, оно занимает 15 минут, и есть шанс, что SEC, в принципе, не будет подавать апелляцию. Но нужно также отдать должное, то, что она еще не заявляла о том, что она не будет подавать апелляцию. А если она этого не делала, то, соответственно, мы, скорее всего, еще увидим, возможно, апелляцию. Но здесь все-таки шанс 50 на 50, но нужно, в принципе, как говорится, верить в лучшее, но готовиться к худшему. Что также нужно отметить, что 23 новые страны официально подали заявки на вступление в BRICS, и XRP, значит, успешно испытан в странах BRICS в прошлом. Поэтому XRP и BRICS являются партнерами. В целом, саммит BRICS запланирован на 22-24 октября в Казанской области России. Можно выделить несколько ключевых дискуссий, которые будут, да, и это расширение местных валют, их использование, а не доллара США для трансграничных транзакций. Также могло бы быть обсуждено Альянсом BRICS. Также, в принципе, здесь говорится, что это дает Альянсу BRICS передышку и позволяет принять решение о политике, которая соответствует амбициям блока из 9 стран. Однако нам придется подождать и дождаться предстоящего 16-го саммита по принятию решения о расширении. Что также нужно отметить, что, значит, SWIFT упоминает XRP. Все внимание сейчас завязано на XRP. Мы видим SWIFT, R3, и, соответственно, здесь видим CORDA SETTLE, и видим, значит, непосредственно криптовалюту XRP. Что также нужно отметить, что тест был биткоин, то есть биткоин был тестом, отвлечением стал эфириум, но, соответственно, вскоре вы поймете, что не биткоин или эфириум сделают вас богатым, а именно XRP. Но, действительно, если мы говорим про доходность, то я верю, что XRP в этом бычьем цикле имеет все шансы дать доходность в 1000% и даже, возможно, больше. Если мы говорим про биткоин, 1000% биткоин не даст, потому что, если мы говорим про текущий бычий цикл, то 1000% для биткоина – это стоимость биткоина 628 тысяч долларов. Даст ли он такую доходность в этом бычьем цикле, то есть его капитализация должна вырасти в 10 раз? Я считаю, что нет, то есть его капитализация в этом бычьем цикле не вырастет на 10 миллионов долларов. То есть в будущем я не исключаю этого, но в этом бычьем цикле нет. Соответственно, какой запас хода у биткоина от текущих? Я думаю, что это 100-200%, ну, максимум 300. Если мы говорим про эфириум, то по эфириуму на самом деле 10 тысяч долларов можно увидеть, и это 400%. Даст ли эфириум такую процентность, ну, 400 или 300%, то есть я думаю, что да, в принципе, может. Ну, а XRP вполне себе может дать 1000%. 1000% для XRP – это 5 долларов и 89 центов. Это, кстати, немного, и капитализация XRP будет 333 миллиарда долларов. То есть в таком случае я верю, что это возможно. Но, опять-таки, здесь нужно понимать, что если даже мы увидим, значит, непосредственно то, что Ripple решит проблему SEC, и SEC не будет иметь никаких вопросов по отношению Ripple, это, в принципе, даст толчок XRP для того, чтобы он достиг данной отметки. Потому что там дальше пойдут новости о XRP ETF, XRP IPO и многое-многое другое. Ну, а если XRP объявят bridge currency, то я считаю, что и 2000, и 3000% мы можем увидеть. Что также нужно отметить, что, значит, 30 миллионов XRP именно ошеломило крупнейшую корейскую биржу, и порядка 18 миллионов долларов были выведены из обид, что вызвало обычную спекуляцию на фоне роста объема торгов. То есть здесь мы видим, что с биржи обид более выведены, значит, данные токены. Но, по сути, это говорит о том, что был перевод на холодный кошелек, а не наоборот на биржу. И это говорит о том, что, в принципе, данное количество токенов продавать никто не собирается. Ну, и стоит отметить, что XRP превосходит рынок на фоне молчания SEC по апелляции. Поэтому здесь нужно отметить, что дедлайн у нас до, значит, 7 октября. Еще есть время, да, и вот на фоне этого мы можем еще увидеть волатильность и в ту или иную сторону, в зависимости от результата. Если результат будет позитивным для Ripple, именно SEC отступит, то я считаю, что, значит, у XRP есть большой шанс выйти наверх. Причем, если мы смотрим месячный таймфрейм, то здесь такое ощущение, что на месячном таймфрейме уже идет поджатие. Уже идет поджатие, да, то есть если мы проведем с вами трендовую линию, то увидим поджатие. И это поджатие, в принципе, очень хорошо может, в принципе, сигнализировать о начале бычьего тренда для Ripple XRP. Поэтому здесь я считаю, что конец сентября даже может решить вопрос с пробоем сопротивления, ну, в данном случае локально 63 цента. И мы, возможно, уйдем в район 66 центов. Но здесь нужно будет смотреть. Я больше склоняюсь к тому, что это действительно поджатие, и мы уже начинаем потихоньку выходить наверх. Сейчас вот много кто, значит, может спекулировать на криптовалютах. Будьте аккуратны, потому что вы в любом случае заработаете, если, например, купите на споте. Но если вы захотите там продать и перезайти ниже, то в этом плане с вами может сыграть рынок злую шутку, поскольку вы окажетесь вне рынка и таким образом пропустите бычий цикл. Поэтому если делаете такие манипуляции, будьте, как говорится, на готове. Мы, в принципе, в свою очередь сейчас увидели, на что способен инструмент иена. Профит составил 1000 долларов, даже чуть больше. Поэтому я считаю, что бот дальше будет продолжать работать с данным инструментом. Ну, а с вами был Критов Ти, всем пока, и до новых встреч.